У многих людей есть запрет на свои ответы. Это самое большое табу – слышать собственный голос. Потому что когда человек слушает социальный голос, религиозный голос, идеологический голос, он управляемый. Как только он начинает пробуждаться к своим ответам, «А пусть все вот так считают, а я считаю иначе», это как будто бы изнутри идет такой львиный рыв, рыкание. И вот этот момент, когда это рыкание, это рождение новое пробуждается в тебе, разворачивается, ты можешь туда подавить, и это значит лейкопластырем или скотчем заклеить. Но оно опять будет прорываться. Если уже схватки начались, то роды непременно будут. И когда ты начинаешь слышать свой голос и выходишь на свою траекторию, и вот этот слышнее своего голоса – это и есть подлинное согласие с жизнью. Подлинная гармония. Потому что я – уникальность. Но я в смысле каждый из нас. Но мы привыкли угождать значимым людям нашей жизни. Тем самым мы обмениваем свою уникальность, свой рык, свою жизненность на любовь и признание других людей.